так приветствую вас на своем канале и в этот раз будем делать опять очередное видео про посад b3 по просьбе подписчиков что мы будем делать в этом видео вот наш сканер ваком и как он читается ккл ваком 409.1 переходничок все дела что у меня попросили чтоб я купил вот такой штекер и сделал напрямую вот такой переходничок я купил я вот сюда должен подойти переходничок а гнездо такое куда-то улетаешь вот он об напрямую можно было диагностировать посад наш b3 18 бензин 91 года выпуска без этого переходника ну вот короче я решил запариться и сделать данное видео хотя принципе мне есть переходник мне на не нужно ну принципе она не помешает просто надо будет в этот штекер всунуть проект диагностировать не нужно будет вот кстати доставать наши штекера которые ну немножко так можно сказать неудобно достаются вот они здесь спрятаны по идее они тоже должны быть зафиксированы как-то вот скорее всего что здесь вот и как раз разъемы такие вот но кто-то их уже повыдирал до меня и назад и их тоже уже не стал потому что их удобней достать здесь переходник подключил и ну и так далее и вот поэт водах по этой схеме мы будем подключать принципе тут все и так понятно вот audi у нас написано значок volkswagen seat и skoda вот ну наш коде мы реально проверяли данный сканер реально работает даже очень круто работает сейчас на были были даже удивлены данной работой так вот кстати по этой схеме я проверил вот наша фишка вот она не наши гнезда вот они все совпадает но принципе можно еще проверить было тестером но и уже не буду запариваться короче вот я подготовил провода для нашего этого всего соединения дальше думала я гадал куда все-таки подключить наш посад я не знаю думала я думал сюда и не удобно бардачок здесь тоже неудобно чтобы может какой-нибудь другой форму был наш наше гнездо может куда-нибудь там и всунули бы сюда тоже как-то не хочется су сунуть вставить но не красиво надо поставить туда там где его не будет видно я вот решил его поставить попробовать сюда вот этот бардачок вот сделать там отверстие его здесь она мне мешать не будет здесь он будет находиться на штекер ну я думаю будет нормально удобно сразу вставил наш диагностический сканер и все дела вот кстати наши контакты которые и шли и шли в комплекте какие-то тут заглушки ну в этом всем нужно конечно разобраться я думаю это будет без проблем все переезжаем домой наше рабочее место вроде бы все на месте все на месте схема на месте лучше сначала обжать контакты как я вот видите если видно обжал а потом уже спаять они как бы предназначены чтобы их не спаивать но я как-то китайским контактам не доверяю и лучшее их спаяя так будет надежней вот такой у нас контакт получилось так вроде бы все спаяли вот какой у нас получился минус потому что у нас на минусе наш штекер переходник вот видно даже по блеску что у нас на минусе 2 2 минуса и они все два задействованы вот и мы естественно сделали два контакта нужно сейчас их правильно вставить фишку вот так вставляем на 45 вот кстати спаяла и надежно лучше чем обжать так посетить 45 контакты у нас должен защелкнуться или не должен защелкнуться не какие-то защелки есть нашли до конца в сумму а даже защелкнулась наш сюда 2 минус тоже защелкнулась вот такой у нас получился минус еще раз проверим раз два три 4 5 4 5 5 все отлично получше 7 контакт это для считывания информации 7 контакт мы возьмем к примеру так у нас зеленый а мы возьмем белый 7 блин отсюда считаю он у нас 7 предпоследний вставляем интересно получится нам продиагностировать или нет вот 7 контакт мы ставили чтобы наше это все дело не развалилось нужно заставлять а так понимаю вот эти заглушки опа вот так вот так это сделано красный это у нас будет плюс все написано он под номером 16 это у нас получится розовенький так одену защелки защелки у нас сверху вот это вот гнездом ставится в эту защелку по-другому не защелкнется но почти это все или почти непонятно не все зашел зашел все так плюс у нас есть остался у нас последний провод это желтый желтый тоже для считывания информации нам нужно под номером 15 15 так 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 все зашелку зашел и все это дело нам опять же нужно зафиксировать вот данной вставочкой если она есть комплекте значит она должна быть в работе точно а вот и у нас здесь номера подсказал мой оператор любимый вот искал и гадал но принципе все нужно вот все входит даже бодры так входит и выходит на что входило и выходило такой у нас короче получился минус все шанс мы закрепим закрепим нашим бардашки и потом понесем машину подключать уже к нашим фишкам так обжигаем лучше на газу хотели сжигалками что-то зажигалка и нагреется нашу изоляцию дырку мы сделали посмотрим в том месте мы сделали дырку но принципе нормально фиксировать мы будем такие вот шу саморезы ну ладно себе в ногу не вкрутить колхозный тюнинг другой фишки не было и не нашел на алик не помню говорила нет я ее заказу на алиэкспресс если нужно будет кому-нибудь ссылочки обязательно пишите в комментариях я скину вам ссылочку может захочет тоже изуродовать свой посад б 3 вот короче с этой стороны я взял обрезал болгаркой шурупы здесь закручены здесь обрезанный ну и вот наш выходит провод все перемещаемся мы наш посад и будем делать подключение и потом естественно попробуем про диагностировать в конце и тем самым мы убедимся правильно мы все сделали или нет варианта всего лишь два так вот мы пока временно установили провели вот здесь вот провод провод провели провели вышел у нас прямо здесь где наши диагностические штыкира выходят вот и вот наши все эти провода эти все начинают путаться нужно присоединить вот связать с этими обрезание нужно делать по очереди вот так вот делать ни в коем случае нельзя нужно выбирать каждый провод и отдельно откусывать потому что по-другому мы просто напросто замкнем провода наши вот нашего уже первая фишечка отрезана и также продолжаем с другими фишечками вот все у нас другая фишечка обрезана сейчас я все соединю а потом уже покажу так первую очередь я конечно же рекомендую сделать это плюсовой провод то у нас вот красненький и вот с нашим розовенькими соединил тоже у меня плюс просто не было таких красных проводов если вы помните какие провода нашел на вот это розовенький белый синий это у нас минус белый и желтый это у нас диагностирует вот розовенькие синие это запитывает плюс минус вот как я скручиваю провода самый хороший способ если будет видно конечно на камеру дальше термоизоляция то нас наш последний провод ну и конечно же нужно зажигалка это все обжечь чтобы она стянулась вот все так ребята осталось только проверить вроде бы все правильно а как оно будет в теории сейчас мы узнаем все пора идти за ноутбуком так ну что ноутбук и принес будем делать подключение подключаем наш преобразователь с 12 на 220 подключаем дальше ай как неудобно одной рукой это все мы сбрасываем то горит лампочка горит запускаем наш 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 или не наш ты не горит уже не горит запускаем наш о да запустился наш чудо ноутбук подключаем наш сканер солнышко сегодня светит хорошая погода очень радует потому что вроде как целую неделю даже больше у нас были дожди питание дали питание мы дали ну что где наш штекер так что было видно где какой дым не пошел ну вот вроде бы вставил там лампочка горит все так дальше ключ от машины нужно включить зажигание зажигание включили печку вырубаем музыка шоссе музыку вырубили все зажигание включено дальше запускаем нашу ваську диагностом так выбор к б.у. так диагностика все ждем ждем ребята есть подключилась блин я сам честно очень рад что все получилось первого раза вы видите все 18 моно д 21 тут какие-то вак номер есть все вроде бы видно поближе постараюсь чтоб и вам было видно так нажимая куда неисправности она ошибку нас должна быть датчик холоди 40 нет сигнала я сигнал потому что автомобиль не заведен если мы заведем и также сделаем диагностику то у нас ошибка это пропадет то есть это все хорошо ну конечно же позвонить так пришлось поговорить по телефону оторваться ну вот короче ребята все отлично нажимаем готова наша диагностика прошла успешно закрываем все наши эти программы все отлично работает короче дима этот переходник вот этот переходник мне уже не нужен кому подарить ну кстати денег стоит около 4 долларов на алику принципе это недорого все всем спасибо за просмотр ставьте лайк если кому понравится данное видео если кому-нибудь поможет данное видео обязательно подпишитесь на мой канал он все видно все отлично так как блин чуть не забыл нужно вырвать зажигание все это дело видите как здесь я разложился всяким хламом нужно это все дело собрать провода и провода я уже натяну не буду вам показывать еще дело я думаю никому это не интересно все всем спасибо за просмотр и пока пока и и и и и